Дарья Судрева В Ульяновске участились случаи нападения вандалов на спортивные объекты. Приехали красотки со всего Поволжья. В Ульяновске проходит межрегиональный турнир по художественной гимнастике. Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Неизвестный мужчина, делая ставки в букмекерской конторе, потратил все свои сбережения. Разозлившись на свое невезение, стал требовать у администратора вернуть ему деньги. Получив отказ, злоумышленник избил сотрудницу, забрал ее телефон, женскую сумку и покинул заведение. Задержанным оказался ранее судимый 28-летний неработающий местный житель. Задержанный пояснил, что похищенную сумку выбросил, а телефон собирался сдать в ломбард. В настоящее время по данному факту следственным отделам ОМВД России по Ленинскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В Ульяновске участили случаи нападения вандалов на спортивные объекты. Из 58 кортов, которые стоят на контроле городского управления физической культуры администрации города, 30 отремонтировали в этом году. В ходе проведения планового осмотра площадок было выявлено сразу 7 поврежденных кортов. Неизвестные выбили борта и порвали сетчатое ограждение. И это в то время, когда заливочная кампания в самом разгаре. Конечно, мы не говорим, кто это, но точно, что это жители города рушат наши хоккейные корты, хоккейные борта. И вот есть уже много примеров, что в этом году после хорошего ремонта, да, корты, конечно, старые уже, но мы их стараемся, чтобы они были в нормативном состоянии, то есть и подкрашиваем их, и чиним сетку-рабицу. Администрация Ульяновска и общественники призывают горожан бережно относиться к общегородскому имуществу. Получить азы предпринимательской деятельности и реализовать свои бизнес-идеи предлагают людям с ограниченными возможностями здоровья организаторы уникальной образовательной сессии. Проект пара предпринимательства больше, чем спорт, часть национальной программы развития предпринимательства. На бизнес-форуме «Деловой климат в России», который в эти дни проходит в Ульяновске, подвели итоги и наградили победителей образовательной сессии. Ограниченность здоровья дает им большую безграничность в творчестве и идеях. Это из раза в раз доказывают участники образовательной сессии – пара предпринимательства больше, чем спорт. На одной из площадок бизнес-форума «Деловой климат в России», который в эти дни проходит в Ульяновске, подвели итоги третьей по счету сессии. Проект в нашем регионе реализуется с 2016 года. Если первыми его участниками были 13 человек, то в этом году предпринимателями решили стать 30 жителей области. В течение трех месяцев слушатели курса проходили мастер-классы, тренинги и посещали ульяновские предприятия. Ведущие специалисты той или иной области помогали определиться будущим предпринимателям, с нишей знакомили законами маркетинга, показывали и рассказывали, как лучше всего организовать бизнес и учили ораторскому искусству. Это очень эмоциональное мероприятие, потому что здесь нет поддельных эмоций. Здесь правда то, что я иду, я делаю, что могу, и тем самым развиваюсь и помогаю развиваться другим. Участник курса Алексея Геев признается, за новыми знаниями ездил из старой майной в Ульяновск, невзирая на погоду и недомогание. Молодой человек – охотник за живыми эмоциями людей. Фотографирует на фоне природы, без ретуши и постановочных кадров. Мне всегда нравилось искусство, но рисовать я не научился, может быть, потому что не подпитали талант к этому искусству, но запечатлять красивые кадры. Мне хотелось просто передавать красоту, которую я вижу. Поэтому я просто за проект смог, наверное, научиться структурировать свои желания для реализации целей. Прежде чем приступить к главной части награждению победителей пара предпринимателей, участники конференции обсудили преференции при открытии бизнеса. Те возможности, которые дают банки и другие структуры. Например, кредит без бумаг и беспроцентные ставки. Организаторы образовательной сессии выступили с инициативой проведения в Ульяновске фестиваля пара предпринимательства. И мы готовы, министерство готово предложить учреждения. Мы выберем у Санвера вместе, чтобы была и доступность хорошая в плане транспортной доступности, и возможность было посмотреть какие-то организации предприятия для того, чтобы этот фестиваль провести. Победителем проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году стал Андрей Кузнецов. Парень увлекается видеомонтажом и хочет организовать собственную студию. Помимо поздравлений, начинающий предприниматель получил грант – почти 200 тысяч рублей на реализацию собственного дела. В рамках бизнес-форма в пространстве «Точки кипения» провели дискуссионную площадку на тему развития моногородов. В Ульяновской области статус монопрофильных населенных пунктов имеют четыре территории – города Димитровград, Инза, Новоульяновск и рабочий поселок Силикатный. В каждом монопрофильном населенном пункте сформирована своя собственная проектная команда, занимающаяся их стратегическим развитием. Кроме того, на встрече подписали выгодный контракт. Подробнее в нашем сюжете. В Ульяновской области начнет действовать индустриальный парк «Октябрьский». Соглашение о софинансировании строительства парка в Чердоклинском районе подписали на бизнес-форуме «Деловой климат в России». Свои подписи в документе поставили глава администрации Мария Шпак и исполняющая обязанности министра цифровой экономики Николай Зонтов. Промышленная зона предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса. Уже хорошо себя зарекомендовал индустриальный парк «За Болжье». Особая экономическая зона, которая расположена в Чердоклинском районе, но они в основном размещают на своих площадках крупных инвесторов. А небольшие инвесторы с объемом инвестиций 15-20 миллионов, они, к сожалению, не могут приземлиться на этих зонах, потому что просто они не совсем вписываются в формат этих индустриальных парков. И поэтому нашим районам было принято решение о выделении земельного участка на первом этапе – это 66 гектаров земли, для того, чтобы приходили такие небольшие инвесторы, субъекты малого и среднего предпринимательства и развивали свой бизнес на территории нашего Чердоклинского района. Четыре резидента уже заявили желание разместиться в парке. Это тепличный комплекс предприятия, занимающийся разведением рыб в закрытых бассейнах, а также компания по производству металлоконструкций. Еще четыре проекта находятся в проработке. Новый индустриальный парк расположен недалеко от поселка Октябрьский. Рядом железнодорожная станция и трасса Ульяновск-Самара. Строительство инфраструктуры парка будет осуществляться через федеральную программу развития сельских территорий. Работа начнется уже в следующем году. В спортивной школе Олимпийского резерва проходит межрегиональный турнир по художественной гимнастике на Кубу губернатора. В этот раз в Ульяновске собрались участницы со всех регионов Приволжского федерального округа. А по-настоящему красивым спортивным событиям в материале нашего корреспондента. Изящные, трудолюбивые, яркие. 240 спортсменок собрались на межрегиональном турнире по художественной гимнастике. Впервые в истории Ульяновской области на соревнования приехали участницы из городов Приволжского федерального округа. Перед выступлениями юных дарований поздравил губернатор Сергей Морозов. Мне очень приятно присутствовать на этом прекрасном празднике спорта, на этом замечательном празднике молодости и красоты. И я с огромным удовольствием приветствую вас всех, дорогие девчонки, девушки. В перерыве между эффектными выступлениями состоялась церемония награждения. Честовали лучших тренеров Ульяновской области. Екатерина Осипова из Димитровграда получила диплом за то, что ранее подготовила победительницу. С Екатериной приехала огромная делегация – более 30 гимнасток в разных возрастных категориях. Тренер уверена, ее подопечные достойны победы. Конечно, мы уверены в них на 100%. Мы стараемся помочь им, даже сидя за судейским столом. Я думаю, что готовы все спортсмены одинаково. Но мы всегда надеемся на лучшее и готовы помочь своим девочкам. Соревнования проводятся с 4 по 7 декабря в спортивной школе Олимпийского резерва. Победительницам обещан кубок губернатора Сергея Морозова. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ. Знай конституцию и свои права. В Ульяновской области прошел юридиктант 2019. Глава региона принял участие в вочном этапе. Наталья Чумаченко подробнее. Студенты и их родители, преподаватели и чиновники, собрались на юридическом факультете УЛГУ, чтобы проверить свое знание в области права. На центральную площадку очного этапа третьего всероссийского правового диктанта приехал губернатор Сергей Морозов. Глава региона отметил, сегодня в Ульяновской области уделяется пристальное внимание оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению граждан. Я мечтаю, вот реально, я без всякого, так сказать, там, какой-то такой, прошу прощения, был там, не. Говорю о своем искренне, чтобы конституция находилась в каждой семье. Третий всероссийский правовой диктант проходит с 3 по 10 декабря. Проверить свою правовую грамотность может каждый житель нашей большой страны очно или заочно на сайте юрдиктант.рф. Участники должны в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут. Задания рассчитаны на широкую аудиторию. Интересно участвовать в подобном виде мероприятий. Сегодня мы пишем юридический диктант совместно с Ассоциацией юристов. И это достаточно интересный опыт. В первую очередь, это не какой-то сиюминутный процесс. Это процесс очень длительный, который начинается с момента твоего определения с профессией, поступлением в университет и ежедневным занятием. Цель правового тестирования – выявить наиболее значимые пробелы в правовых знаниях россиян, а также дать возможность каждому желающему узнать свой уровень юридических знаний. В прошлом году диктант написали по всей стране около 200 тысяч человек. В Ульяновской области – 11 тысяч жителей. Третий раз пишем юридический диктант всероссийский. Впервые его написание было как раз по инициативе ульянского губернатора, который входит в президиум Ассоциации юристов России Сергея Ивановича Морозова. Итоги юридиктанта 2019 подведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ. Театральный десант с родины Великого Шекспира высадился сегодня в Ульяновске. Пятый международный театральный фестиваль «История государства российского отечества и судьбы», начавшийся вчера в нашем городе, уже сегодня подарит ульяновским театралам незабываемую встречу с соотечественниками, живущими и работающими на далеких берегах Темзы. Одна из мировых театральных столиц – Лондон – представила в Ульяновске спектакль по Гоголю. Русская труппа «Хамелеон» из Великобритании во второй день Пятого международного театрального фестиваля «История государства российского отечества и судьбы» показала театралам нашего города спектакль «Записки сумасшедших». В этом британском коллективе только русские. Например, Ирина Карра, выпускница ВГИКа, ученица легендарного советского киноклассика Сергея Бондарчука. Английская фамилия Карра совершенно не английская фамилия. Живя на Западе, как-то очень сложно существовать фамилия Карачева. Мало того, что никто произнести не может, да еще никто и запомнить не может. Поэтому мне пришлось немножко подрезать свою фамилию. Случилась перестройка, 89-й год. Мы оказались единственным, первым, наверное, выпуском, который просто оказался на улице. Нас не распределили, как обычно это бывало. Никто ничего уже не мог, потому что развалилась вся система, начала, вернее, разваливаться. Я не уверена, что это связано с Сергеем Федоровичем. Я думаю, что это, в общем, общая такая пошла. Кстати, с того года как раз никого никуда не распределяли уже. Люди были, актеры молодые должны были сами трудоустраиваться. Ирина Карра и исполнитель главной роли в «Записках сумасшедших» Олег Сидорчик оказались в английской столице очень по-разному. Я работала в театре «Игроки». Туда входили актеры из Америки, из Англии, из Канады. И наша часть русская, русскоговорящая. А театр «Игроки» ежегодно выезжал в Канаду на театральный фестиваль. И я там вышла замуж. И таким образом я оказалась, так сказать, на той стороне. Мой муж англичанин, и он перевез меня в Лондон. Так сложились мои обстоятельства, что я вынужден был не вернуться. Не собираясь никогда выехать за границу, так получилось, что я должен был принять такое решение и не вернуться. И поэтому я остался в Британии, в Лондоне. Я уехал из Минска на две недели. С сумочкой на гастроли я выехал на две недели. Что там у нас лежит на две недели, когда мы выезжаем? Вот и все, что у меня было. И после этого я уже в Минске не бывал. На первый взгляд роль Поприщина совершенно не подходит уже по-британски харизматичному сидорчику. У всех людей есть все. То есть, если это нужно, а для дела это нужно, всегда все можно найти. Во всех есть и Поприщины, и Гамлеты, и Лиры, и все что угодно. И последний бомж, и там, я не знаю, король. Все можно найти, все можно достать из себя. Любят ли британцы театр так, как любят его русские? Я, когда я только приехала в Англию, я ходила на спектакли довольно много и смотрела все подряд практически. Но в какой-то момент я перестала ходить на драматические спектакли, потому что мне не хватало там чего-то. Я вижу техничность, я вижу отличные костюмы, сет-дизайн. Но мне чего-то там не хватает постоянно. Я не знаю, что это. Может быть, нет этого надрыва, который присущ нашим актерам, нашему драматическому искусству. Нет вот этого умирания на сцене, чего я до сих пор жду всегда. То, что касается политической сферы, совершенно не то, как люди относятся друг к другу. К русскому человеку, к русскому искусству, к русскому языку всегда было очень хорошее отношение. Всегда, вне зависимости от политической ситуации. Всегда есть интерес. И я думаю, что надо отделять политику от общечеловеческих каких-то ценностей и смотреть немножко шире на эту ситуацию. Театр может помочь? Да, конечно. Как любое искусство. Театр, литература, кино, живопись. Ярослав Щедров, Сергей Ямин. Специально для новости Улправда ТВ. Ленинский мемориал приглашает ульяновцев и гостей города на концерт Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов, посвященный 35-летнему юбилею оркестра. Он состоится 7 декабря в Большом зале Ленинского мемориала. 35-й сезон коллектив Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов радует и удивляет благодарных слушателей разнообразием программ. Оркестр чутко и бережно относится к русской песне и народным инструментам, стремится сохранять и развивать лучшие традиции исполнительского мастерства. Если говорить о сезоне, то мы как раз в самом разгаре подготовки новых программ, гастролей. Мы постоянно работаем над этим, чтобы оркестр постоянно показывался, был заметен на многих концертных площадках нашей страны. Направлений разных у нас много. В частности, в этом году появился полноценный абонемент детских концертов. Это исключительно детский абонемент с детскими сказками. У истоков оркестра стоял Евгений Александрович Федоров, который тоже будет гостем праздничного вечера. Именно он в 1984 году в Ульяновске при Доме народного творчества с группой единомышленников создал оркестр русских народных инструментов. А в 1993 году специальным распоряжением главы администрации Ульяновской области оркестру присваивается статус государственного профессионального коллектива. Для меня это седьмой пятилетний юбилей, потому что сложились такие традиции, что каждые пять лет оркестр отмечал юбилейным концертом. Это было пять лет, это было 10, 15, 20, все помнят 25 лет, все помнят 35 лет, 30 лет и вот сейчас 35 лет. Я очень рад, что меня пригласили на этот концерт и желаю коллективу дальше созидать, творить и радовать нас всех. Яркие концерты и победы в престижных конкурсах, успешные гастроли и сотрудничество с талантливыми музыкантами. Много замечательных событий было в творческой жизни оркестра. Результатом стало возросшее внимание публики к оркестру и его блистательным солистам, которые в юбилейный вечер порадуют слушателей своим искусством. Среди них Николай Алексеевич Лемаев, первый солист оркестра. Ну что хочу я сказать? Ну хороший оркестр, понимаете? Я тут на юбилей ему сочинил оду, поэтому говорить много не буду сейчас. А вот для зрителей, если покажут этот кусочек, я скажу, я им так написал. Я встретил вас и тех, кто в зале. Я вспомнил прошлые года, когда мы были молодые, и песнь в оркестр меня звала. Оркестр родной, живи ты долго, живи и радуй нас всегда. Тебя мы слушать будем вечно. С тобой останусь навсегда. За большой вклад в развитие и сохранение российской национальной культуры и высокое исполнительское мастерство оркестр был удостоен множества почетных грамот и благодарственных писем. Конечно, все это стало возможно благодаря талантливым музыкантам. Я считаю, что это счастье, что я попала в такой коллектив дружный, сплоченный, профессиональный. Все наши артисты закончили консерватории, высшие учебные заведения. Я считаю, что это достойное, занимаю достойное место в ряду других коллективов других городов. В программе юбилейного вечера выступление Анастасии Тюриной, победительницы Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Пиртуоза игры на балалайке. Также порадуют зрителей баянист Умар Бигбаев, участник проекта для «Одаренных детей звезды» и «Завтра». Выступят старший концертный хор девочек «Солнечный ветер» до шеи номер 10 и хор студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета. Вести вечер будет Лариса Медведская, телеведущая Первого канала. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. 7 декабря в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит минус 1 градус. Ветер юго-западный – 70 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова